Здравствуйте! Это Бюро новостей Давича в студии Екатерина Зубарева. Смотрите в этом выпуске. В Кирове скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. Это 85-летняя жительница областного центра. У нее были тяжелые сопутствующие заболевания. Таким образом, число жертв коронавируса в нашем регионе составило 18 человек. Еще 28 пациентов сейчас в тяжелом состоянии. 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения и 31 бессимптомный носитель. Таким образом, общее число зараженных в области на данный момент составляет 2058 человек. По России в целом число новых случаев существенно не меняется уже долгое время. За последние сутки выявлено более 8800. В Куменах вынесли приговор женщине, которая зимой оставила без присмотра своих маленьких детей. Двухлетний мальчик и восьмимесячная девочка два дня провели в доме без отопления и еды. Их нашли полицейские. По словам местного фельдшера, они чудом остались живы. Следствие установило, что все это время их мать распивала спиртные напитки со своими знакомыми в другой деревне. Она нигде не работала, жила на пособие по уходу за ребенком и уже была лишена родительских прав в отношении старших детей. На суде мать полностью признала свою вину, ее лишили родительских прав и взыскали алименты. В качестве наказания женщине назначили исправительные работы на полтора года. 10% от зарплаты она будет отдавать государству. На фоне эпидемии коронавируса кировчане переживают за антисанитарные условия в собственных ваннах. Все дело в грязно-желтой воде, которая течет из кранов в некоторых домах. И это не редкость для многих районов города. Люди возмущены тем, что проблема не решается годами. Кто в этом виноват и что делать, выяснила наша съемочная группа. Мы снимаем сюжет о проблемах, что вода бежит кирпичным отцом. Да, да, это очень актуально для нас. Из крана дома у Веры Кобелевой уже полгода течет желтая вода. После гидравлических испытаний она становится темнее. Принять душ, помыть посуду в таких условиях невозможно. Эту проблему в многоквартирном доме на улице энтузиастов не решают, говорит Вера. Возмущенные жильцы ищут ответы в соцсетях и в управляющей компании. Но бесполезно. В основном все пишут в группе, ругаются. Но дальше, видимо, какого-то определенного ответа и решения описываются, что идут испытания. И это нормально для этого периода. Мы не понимаем даже, чем это связано. Так как новый дом, почему по трубам бежит вот такая вода. Вера Кобелева не одинока в своей проблеме. С ней солидарные молодые мамы с детьми, которые гуляют на детской площадке. Они испытывают такие же неудобства. Но, правда, не такой длительный период. Считают, что вода желтого оттенка из-за гидравлических испытаний. А вот в соцсетях возмущенных жителей города больше. По их словам, проблемы не решаются годами. Проблемы не решаются уже не первый год. Зато квитанции шлют в срок. И суммы за эту самую горячую воду совсем не маленькие. Юго-западный район практически постоянно горячая такая. Если у вас в Куране не течет такая чистая вода, то все вопросы нужно задавать специалистам управляющей компании, объясняет юрист Андрей Воробьев. Потому что за качество поставляемой воды отвечает именно она. В течение пяти дней ее специалисты должны составить акт о качестве поставляемой коммунальной услуги, если жильцы дома обратились туда. Если управляющая компания пришла, составила акт. Да, действительно, вода бежит плохая. Но наводив дом вода хорошая, значит, что-то не так. С теплообменным оборудованием, либо с насосным оборудованием, которое в тепловом узле. Это либо трубы старые, ржавые, по которым вода бежит, и она становится мутная, ржавая, грязная. То есть ей должны какие-то меры принимать ремонтно-установительного характера. А если никак управляющая компания не реагирует, то Роспотребнадзор поможет с решением этого вопроса, поясняет Андрей Воробьев. Как нас заверили в водоканале, их специалисты ежедневно мониторят не только качество воды, но и различные жалобы кировчан в соцсетях. У нас ежедневно идет мониторинг качества воды на очистных сооружениях водопровода. На выходе с очистных сооружений вода полностью соответствует нормам СНПИН. Результаты качества воды ежедневно обновляются на их сайте и хранятся в открытом доступе. И, как показывают замеры, вода соответствует нормам настолько, что ее можно пить. Более 6 тысяч выпускников Кировской области готовятся к сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве региона. Впервые за ситуацией с коронавирусом сроки проведения экзаменов перенесли. В этом году они пройдут с 3 по 25 июля. Первыми будут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля состоятся массовые ЕГЭ по русскому языку, а 10 июля по профильной математике. Экзамены в Кировской области пройдут в 70 учебных заведениях. Для этого подготовлены более 500 аудиторий с видеонаблюдением. На входах будут стоять дезинфекторы для обработки рук. Всем выпускникам выдадут средства защиты. Рассаживать их будут с соблюдением дистанции в полтора метра. Дворец творчества «Мемориал» ищет подрядчиков, чтобы к концу августа отремонтировать объекты мемориальной зоны. Реставрировать нужно скульптуры. Из-за обильных осадков на бетонных статуях появились трещины. Капитальный ремонт необходим и трибунам. На многих осыпалась штукатурка и теперь видны кирпичи. А на Курганах Славы специалисты обнаружили повреждение грунтового склона. Все потому, что зимой эти объекты используются не по назначению. Кировчане катаются с горок. Сейчас идет поиск подрядчиков. На работы выделен 1 млн 112 тысяч рублей. Это деньги из областного бюджета. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июня. В этот же день пройдут торги. В Кирове впервые появился прибор, с помощью которого сотрудники ГИБДД будут измерять светоотражаемость дорожных знаков. Первые измерения уже прошли на участках, где идут ремонтные работы. Сам прибор небольших размеров. Специалист подносит его к дорожному указателю и измеряет каждый фоновый цвет. В данном случае белый, красный и черный. После измерений на экране появляются цифры. Если они не соответствуют ГОСТу, собственникам знаков может грозить административная ответственность. Сейчас в городе такие знаки принадлежат в основном муниципалитету. Либо их устанавливают ресурсоснабжающие организации на время ремонтных работ. От дорожного знака зависит жизнь людей. Указатели должны быть читаемы днем и видны в темное время суток, напоминают инспекторы. Знаки должны быть отчетливо видны участникам дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток. Светоотражение нужно для того, чтобы ночью знак светился и был отчетливо читаем для участников дорожного движения. Роскошь, обуза или средства передвижения – таким вопросом задались любители двухколесного транспорта во Всемирный день велосипеда. По общепринятому мнению, Киров к этому виду спорта совершенно не адаптирован. В центре нет велодорожек, а ямы и бордюры – это отдельная боль велосипедистов. Елена Шарыгина прокатилась по городу и убедилась в этом. Очень сложно понять, что именно вот эта велодорожка, а не соседняя полоса. То есть нет каких-то знаков или разметки на полосе. Поэтому все ходят и ездят тут, кому как вздумается, сокрушается велосипедист Антон Абатуров. По всей улице энтузиастов в прошлом году вместе с пешеходной дорожкой проложили и велосипедную. И это очень хорошо, говорит Антон. Велоспорт в городе нужно развивать. И делать это нужно с умом. Как минимум организовать грамотную логистику. На этой велопешеходной дорожке есть небольшие недостатки. Например, по знакам установлены знаки. Вот он двухсторонний. С одной стороны получается, что велодорожка находится на части ближе к проезжей части. А переходим в другую сторону, знак смотрим. Здесь уже велодорожка, которая участок дальше от проезжей части. И получается, те, кто едут, они не понимают. Они едут с той стороны, думают, что по велодорожке. Те, кто едут с этой стороны, думают, что по велодорожке ехать здесь. Более-менее комфортно и без остановок можно прокатиться только по энтузиастам. Заканчивается район новостроек, заканчивается и поездка на двухколесном транспорте, говорят велосипедисты. Беспрепятственно и быстро крутить педали по городу – занятие проблематичное. Чтобы понять, насколько город удобен для велосипедистов, достаточно посадить новичка за руль и посмотреть, сколько раз ему придется спешиться, чтобы добраться из точки А в точку Б. Например, преодолеть этот бордюр у меня не получилось. Второстепенные улицы исторического центра – как лакмусовая бумажка, чтобы понять, велосипед будет вести человека или человек понесет его на себе. Это мнение велосипедиста Григория Францева. Он сдает в аренду двухколесный транспорт, да и сам профессионально занимается велоспортом. Поэтому каждый бордюр и кочку в городе знает наизусть. В принципе, это должно быть элементарно для того, чтобы у нас велосипедист удобно перемещался по городу. У нас не должно быть бордюров, не должно быть, скажем так, лестниц больших, либо должны быть сделаны специально удобные пандусы, безопасные. То есть, в принципе, это вообще касается не столько даже велосипедистов, сколько должен быть город вообще, скажем так, дружелюбен вообще к пешеходу. Велосипедистам на Вятке и сто лет назад жилось нелегко, рассказывают историки. Впервые этот двухколесный транспорт появился на улицах города на рубеже 19-20 веков. И это было роскошью, потому что стоил велосипед как 10 зарплат среднего рабочего. Кроме того, необычного устройства боялись пешеходы и лошади. Поэтому власти всеми силами пытались держать набиравшее популярность новое увлечение. До революции нельзя было просто купить велосипед и на нем поехать. Нужно было получить так называемый ярлык или номерной знак, типа сегодняшних знаков, которые есть у машин. То есть, нужно было также сдать экзамен на вождение, то есть, совершить проезд на велосипеде, восьмеркой резко остановиться и соскочить. Но еще ряд испытаний, если все это проходили, все хорошо, вам давали этот ярлык и он вешался на велосипед, то есть номерной знак. Кстати, Антон Касанов тоже общественному и автомобильному транспорту предпочитает двухколесные. Правда, после поездки по Кирову отбита бывает не только пятая точка. Признаются велосипедисты и мечтают, нам бы как в Альметьевске. Этот город в Татарстане считается велосипедной столицей России. Там построили целую велосипедную сеть. Предусмотрели все. И светофоры, и велопоручни, и разделение потоков людей, машин и велосипедов. Там даже урны для велосипедистов установили. Наша велоинфраструктура и близко не стоит, говорят кировчане. Поэтому общественники хотят добавить в дорожные нацпроекты устройства в городе велодорожек. С этим предложением они обратились в администрацию. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро Новостей, Давича. На месте незаконного производства бетона в чистых прудах появится спортивный комплекс. Об этом сообщает администрация города. С 2015 года местные жители жаловались на шум, пыль и горы строительного мусора. Они писали письма в различные инстанции, но вопрос двинулся с мертвой точки только сейчас. Несколько лет назад собственник земельного участка на улице Советской получил разрешение на строительство спортивного комплекса. Но вместо этого устроил завод по производству бетонной смеси и склад стройматериалов. В прошлом году он пообещал перенести производство на Советский тракт. На последней встрече с главой города Еленой Ковалевой собственник обязался до конца года построить на этом месте крытый спортивный комплекс. В нем будут предусмотрены нижняя парковка, скейт-парк и универсальное футбольное поле с теннисным кортом. Кроме того, он должен очистить залитый бетоном ручей и восстановить дорогу к спортивному комплексу. В Музее воинской славы подготовили выставку в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кировчане смогут увидеть инсталляцию сражений Сталинградской битве и воссозданный интерьер палаты военного госпиталя, а также оружие времен Великой Отечественной войны, боевые награды, письма солдат и офицеров, подлинную одежду бойцов и маршалов, трофеи немецкой армии. Экспозиция расскажет и о подвигах кировчан, которые сражались на фронте и ковали победу в тылу. Большой раздел выставки посвящен трагической судьбе первой маневренной воздушно-десантной бригады, которая была сформирована в Зуевке. Окунуться в атмосферу Великой Отечественной войны пока можно только в формате видеоэкскурсии. Она выложена в группе музея в социальной сети ВКонтакте. Мы воссоздали маршерский зал, посвященный уроженцам. У нас пять уроженцев в Ядской земле. Это маршал Советского Союза. И мы сейчас подошли и находимся в данном случае у инсталляции, которая посвящена Сталинградской битве. На этом все. Свежий выпуск «Дайвича» смотрите сегодня в 19.00. Напомню, что вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова